привет мои друзья привет мои хорошие сегодня по многочисленным просьбам я делаю обзор на мы родились где-то там на севере сибири про тюльку галюсика и их деток четверых больших маленьких вы поняли про кого про совсем маленьких и которые побольше которые делают ремонт и ходят по магазинам но по отдельности с галюсиком и с юлюсиком но мои дорогие вы же знаете что этот канал обозревать без юмора нельзя потому что у нас только юмор у нас был раньше телевизионный спектакль а теперь у нас цирковой спектакль то есть у нас цирк цирк уехал клоуны остались конечно же конечно же много просьб было поддержать канал поддержать канал путь к мечте что я и делаю я искренне считаю и уверена в этом на сто процентов если у нас каналы youtube вышли на просторы youtube а кто бы это ни был значит они являются объектами для обсуждений и для обзоров это наше право обозревать тот или иной канал так вот мои дорогие вы знаете что для меня вранье по поводу заработка на youtube является красной тряпкой и в очередной раз мы услышали от тюли что у них нет денег на ремонт и продолжать ремонт пока они не будут ну и это конечно же повод сделать на них обзор а деньги как говорится есть и куда же они их девают непонятно помимо того что они на донатили на праздниках на дне рождения у них еще есть просто монетизация канала именно так монетизация канала которая достаточно большая и сейчас вы видите на своем экране графике заработка на youtube посмотрите красном я написала денежки которые они получили а синим написаны просмотры вот такой график я нашла на просторах интернета то есть на сайте social blade этот сайт общественный любой желающий может туда пройти и посмотреть на графике мы видим заработную плату по месяцам я для вас мои дорогие друзья посчитала и указала какие просмотры это канал тюльки вот смотрите в декабре они получили сто восемьдесят семь тысяч в ноябре сто пятьдесят пять тысяч в октябре сто шестьдесят шесть тысяч в сентябре сто четырнадцать тысяч в августе также сто четырнадцать тысяч а в июле двести пятьдесят одну тысячу рублей вот когда они в июле получили такую крупную сумму это их вдохновило и они с энтузиазмом стали вести канал так вот мои дорогие вот такие бедные сибиряки постоянно попрошайничают и прибедняются а за весь период то есть за все шесть месяцев эта сумма составляет один миллион семьдесят две тысячи рублей сумма заработка за шесть месяцев мои дорогие наши сибиряки миллионеры за полгода не работая а только с канала от монетизации они получили один миллион семьдесят две тысячи рублей еще прибавить обзоры посылки донаты карту я думаю что вы то столько не зарабатываете вот вам и ответ на бешенство тюльки тюльки невыгодно что обзорные каналы разглашают ее доход с youtube но извините меня youtube это открытая площадка и сайты которые нам говорят о доходах ютуберов также являются общественно доступными и публичными смотрите считайте и хватит скрывать свои миллионы хватит попрошайничать и прибедняться поэтому я не понимаю почему тюля и галюсик врут по поводу своих доходов с youtube для меня это загадка природы а теперь я хочу вам рассказать еще одну страшную тайну то что нам тюля показала как они с вовчиком ездили с трудовой чтобы устроиться на какую-то мифическую работу что будут они туда ходить работать два через два ну как бы ехали 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 а потом говорит да все мы устроились ну то есть опять то ли сказка для того чтобы потом показывать деньги с youtube и говорить что их заработал вовчик или все-таки для того чтобы чтобы вы прекратили им делать замечание что вовчик не работает и вся семья не работает и они решили вам опять навешать лапшу на уши и типа он устроился на работу я не верю не верю и какая же должна быть зарплата чтобы человек бросил тунеядство и поехал работать поехал потому что они ехали 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 и наконец приехали вот у меня два варианта или это отмазка чтобы вы им не трепали нервы что никто не работает идите работайте и второе чтобы отмывать деньги с youtube то есть показывать покупки говорить что мы заработали что вовчик заработал это наверное более вероятно потому что денег то много и все больше и больше и больше вот за январь пока неизвестно а за декабрь вы видите эту сумму а если еще прибавить сумму галюсика так вы знаете что сумма составляет за декабрь около 200 тысяч рублей и это не считая донаты карты посылки обзоры это только монетизация youtube вот так мои дорогие друзья опять вас обманули опять вас развели но я хочу один момент отметить что вы знаете у меня нет ни слуха ни голоса музыкального но может быть кто-то скажет что у меня и такой-то голос противный потому что мне много пишут таких комментариев так вот когда я слушаю галюсика вот вы знаете а мне нравится вот мне нравится вот правда прям с удовольствием ее слушаю она так поет так застольно вот как вы знаете как вот раньше бабушки там мои тети соберутся на праздник и поют и вот галюсика то мне напоминает вот такое застолье достольные песни вы знаете вот я бы хотела каждый раз но хотя бы по одной песенке слушать вот бы пела бы она например не просто бы отправляла приветы и поздравляла с днем рождения а прям пела бы вот поздравить такую-то и спела поздравить такую-то и спела вы представляете вот прям целое видео можно каждый день день вот как влог как она ходила по магазам как она гуляла ездила по дорогам а второе видео тоже так на полчаса с поздравлениями и песнями вот было бы шикардос я бы смотрела мне кажется я бы прям поставила так и смотрела и смотрела потом кончилось и опять поставила да еще погромче знаете вот правда вот правда нравится вот слушала бы и слушала ой мечты мечты мои мечты неосуществимы галюсик такое добро для своих зрителей конечно же не сделает а когда же им потом за собаками то ухаживать ведь собаки много внимания требуют взял хлеба наломал с водой размочил вот покормил это ж целое дело это ж пол дня этим надо заниматься я вот мои дорогие друзья не пойму почему собакам покупают столько хлеба и каши а где мясо а где мясо если себе покупают ребра голые а что тогда собаки едят вот тоже загадка природы вот я как заводчик собак кормлю сухим кормом который называется роял конин еще я раньше кормила проплана но потом я сделала вывод что роял конин лучше и у меня уходит мешок корма на неделю стоит он 5000 рублей а вот эти наши звезды такие экономные такие прям заводчики заводчики что у них там собак наверное 10 до или 15 и вот кормят их только кашей и хлебом и даже душа не болит подумаешь-ка зубы выпадут подумаешь как кости будут слабые ничего страшного подумаешь хлеб тоже еда сами-то кости едят ребра голые а собакам и того не достается жалко мне их собак жалко вот так мои дорогие друзья сегодня мы маленечко поговорили о наших звездах с канала мы родились где-то там на севере и сибири напоминаю мои дорогие друзья что видео мое развлекательное все совпадения случайны что видео мое фантастическое а на этом я сегодня с вами прощаюсь ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч мои дорогие друзья пока пока